Девчонки, привет! Сейчас расклад для вас. Сейчас мы посмотрим, что мужчина думает о вас. Загадываем, что эти позиции будут. Что мужчина думает о вас? Так, загадывайте. Первая, вторая, третья, четвёртая позиция. Что мужчина думает о вас? Первая позиция. Мужчина думает о вас, что вы разбили ему сердце. Он сейчас очень страдает, очень ему больно. Вы причинили просто очень такую сильную боль. Сердце у него болит. Он только об этом и думает, потому что ему сейчас очень-очень тяжело. А вы, кстати, так. Здесь непонятно. Вы, может быть, замужняя женщина, поэтому вы разбили ему сердце. То, что вы не можете быть вместе. У вас разный статус, то есть вы разные по статусу. У вас разное мировоззрение. У вас может быть разный возраст. То есть он может быть моложе вас. Поэтому вы разбили ему сердце. Вы как-то, то ли вы старше его, то ли вы замужем уже. Вот, поэтому разбили ему сердце. Да, он был счастлив. А потом бац, и вы втоптали его в асфальт. То есть, ну все, вы его просто убили. Ему очень-очень, он у него просто очень болезненные ощущения сейчас. Да, он бы хотел с вами взаимообмен. Он ждет, он надеется на встречу. И он очень зачарован на что-то в себе. Он думает, что он здесь тоже виноват. Он борется с собой, чтобы к вам приехать. Но в то же время он останавливает себя. Он закрывается и думает, и думает, как же начать по-новому. Как же начать, чтобы было по-другому, по-новому. Он боится, конечно, но он хочет предстать перед вами. Надежный мужчиной. Он может, как вот, он хочет, он хочет быть вам подстать. То есть, он хочет дорасти до вашего уровня. Вот, если он моложе вас, или, возможно, вы более успешные, то он хочет дорасти до вашего уровня. Он хочет быть достойным вас и приехать к вам. Очень хочет встречи. Да, он хочет, чтобы все его страхи были разрушены. Хочет быть уверенным, показать себя уверенным в себе. Он просто мечтает об этом. Ну, вы сейчас, возможно, далеко. У вас сейчас какая-то пауза. Возможно, кто-то уехал к родственникам. Возможно, наоборот. Ну, здесь как-то вот, кстати, свидание, не свидание, переписка, не переписка, но здесь страх какой-то. То есть, это невозможно. Это не зависит как-то, вот это как-то зависит от чего-то другого, от других людей, от ситуации. Здесь, возможно, кто-то, у кого-то семья. И кому-то тяжело как-то нести вот это семейное бремя. Тяжело. А хочется, чтобы было все вот так легко, чтобы все получилось, и хочется так, как вот хочется. Да. Здесь нужно принять решение. Здесь нужно принять решение и не манипулировать, не жонглировать, не обходить эту ситуацию стороной. А нужно принять решение и идти в новое. Идти в новый прогресс или заканчивать что-то и дальше. Идти в какой-то период, надо закончить и идти дальше в будущее. Как-то вот что-то надо решать, что-то надо завершать. Идти дальше. Что может получиться у вас, да, между вами? Ну, что может получиться? Женщина будет ждать мужчину. Он будет ее заваливать всякой перепиской. И она может быть... Он не будет подпускать ее к себе для серьезных отношений. Нет, он как-то к серьезным отношениям не готов. Он свою свободу все-таки бережет. Просто он так вцепился за нее, что нет, он не хочет серьезных отношений. Он не готов просто. Он не готов. Он может быть думает, что он готов, но когда вот это вот наступает, он как-то вот тормозит. Он все-таки не готов к серьезным отношениям, чтобы прямо сказать, да, вот моя женщина, я беру за нее ответственность. Как-то к этому он еще не готов, да, надо как-то время. Да, нужно еще много работать, чтобы к этому прийти. Так и будет закрываться. Нет, вот дальше непонятно, что будет, потому что надо работать. Здесь надо работать много. И надо смотреть, свободные, несвободные здесь вот мужчины и женщины. Потому что здесь может быть как треугольник, так и четырехугольник. Вот, надо смотреть. Здесь нужна большая работа, чтобы к чему-то прийти. А так, здесь серьезных отношений нет. На итог не идут серьезные отношения, только легкие. Так, сейчас мы смотрим с вами вторую позицию. Во второй позиции, что мужчина думает о вас? Он тут просто балдеет от вас, он просто, у него эмоции переполняет через край. Он влюблен, он хочет вам рассказать о своей влюбленности, хочет вечеров, вместе, рассветы, закаты, романтические слова, музыка, танцы. Он просто, вы ему вскружили голову. Он борется с этим, он не знает, почему его тянет к вам, понимаете? Он с этим борется. Он хочет, чтобы было как раньше, но он сам себя обманывает. Он хочет вот этой стабильности, постоянства, но он обманывает этим себя. Он уже ушел от стабильности. Он уже идет к своей мечте потихонечку, он идет, начинает работать. Он ушел от стабильности. Нет, но он тут все-таки закрывается и не хочет принимать чувства как должное. Нет, и все. Почему? Потому что он император, он все держит под контролем. Как же так, что он не может контролировать свои чувства? Может он контролировать, и он старается держать все под контролем. Он старается в работу уходить, старается не обращать внимания на какие-то знаки. Он что-то выжидает. Он выжидает удачного случая, а удачный случай он уже есть. Он почему-то его не замечает. Он старается держаться. Он хочет серьезных отношений, хочет серьезных, стабильных. Да, он вас видит прям как надежную женщину, которая уют в доме создается, которая вкусненько приготовит, которая очень привлекательна, и хочется ее потрогать, обнять, поцеловать. Такая красивая женщина. Но он сомневается. Он сомневается, потому что он сильно его тянет. Он хочет равнозначный взаимодлил. Он не хочет, чтобы вы брали что-то там, да, например, чтобы он только давал. Он хочет тоже получать вот это внимание и ласку. Хоть он и показывает себя таким сильным мужчиной, таким независимым, что все решения принимает он, что он кремень там, да, что он не покажет своих чувств. Но он очень хочет, он готов, он готов вот сделать вас своей женщиной, стабильных отношений, он готов вот этих вот, к этим отношениям. Но он хочет отдачи, он хочет чувствовать, что вы тоже его любите, что вы уделяете ему внимание. Ему это очень надо, ему очень важно чувствовать и видеть вот эту заботу, которую вы ему тоже уделяете. Ну, так, ну, в итоге здесь может что-то получиться, как по старому что-то, как по старому сценарию, возможно. Возможно, он никак не может позвать никого к себе, потому что он волк-одиночка. На какие-то, чтобы жить вместе, он не может пока принять, хотя здесь шанс будет. Он просто, как по старому сценарию идет, то, что вот, он защищает свои границы, он хочет быть один, он боится, боится вот этому шансу открыться и почувствовать себя счастливым, как ребенок. Но он же тогда потеряет весь контроль, понимаете? Он потеряет контроль над ситуацией. Поэтому ему проще уйти с головой в дела, в размышлениях, в думке думать. То, что между вами большая разница, то, что ничего не получится. И в то же время он знает, что вы пара. Он чувствует, что вы просто пара. Вы подходите друг к дружке. Но он будет закрываться. Он просто будет закрываться. Ему тяжело. Здесь должна пройти какая-то трансформация. Через какое-то определенное время он дойдет до этого. Будет трансформация. У него он посмотрит на все с другой стороны. И, возможно, вам как бы лучше... Вы пойдете. Какой-то старый этап у него закончится, и вы пойдете в новый. Возможно, начнет с дружбы. Возможно, он вас куда-то пригласит. На какую-то вечеринку, на какие-то танцы, в общем. Где выпить, погулять. Это будет ему очень тяжело. Это будет, возможно, не скоро. Потому что он очень боится. Да, возможно, это не скоро будет очень. У него должен какой-то этап закончиться. Понимаете? У него какой-то этап. Это от вас не зависит. Это что-то внутри него он должен сделать. Он должен сам принять какое-то решение. Император думает долго. Но если император принял какое-то решение, то все, он не отступит. Поэтому здесь нужно вести себя, как обычно, дать ему время. Он сам все решит. Общаться по-дружески. Если куда-то пригласил, можно сходить. Но как бы не наседать. Он сам принимает решение. Он может быть недоволен, что он может сделать не так, как он хотел. И что-то не получится. Здесь у него все в голове. Все в голове. Здесь мужчина должен сам решить. Потому что сейчас непонятно итог, какой будет. Потому что сейчас он закрывается от своих эмоций. Да, он его переполняет. Внутри он там весь прям. У него бабочки порхают. Он прям рад слышать ваш голос. Он рад вас видеть. Но он боится вот этого жуть просто. Боится потерять контроль, авторитет. Вот эту стабильность, которую он, возможно, годами создавал. Для него это уют и комфорт. Поэтому что дальше, как дальше. Пока можно по-дружески общаться. Где-то как встречаться. Если будут приглашать. Но серьезно. Не знаю. В общем, пока неизвестно, что будет дальше. Это как бы не дано еще с нами. Это надо смотреть дальше. Когда вы будете общаться. И со временем, через какое-то время что-то изменится. Сейчас мы смотрим третью позицию. Что он думает о вас? Он думает о вас. Что вы красивая, привлекательная женщина. Что вы умеете денежку зарабатывать. Что у вас все хорошо. Вы можете себя обеспечить. Что вы надежная, стабильная. Честная такая. Умеете готовить. Даже если вы не умеете, что вы можете научиться. Вы можете этому научить. Думать, что вы умеете готовить вкусненько. Вы для него внешне очень привлекательная. Он думает, что вы еще как-то закрываетесь от него. Потому что, возможно, у вас был какой-то опыт. Вы закрыты. Вы закрыли свои границы. И сидите там. Закрылись от него. А он хотел бы разрушить эти границы. То есть вы закрылись от него. А он хотел бы все разрушить, раскидать все эти вот эти, чем вы закрыты. Он очень хочет предложить вам жить вместе. Как-то жить вместе. Да, ну, чтобы жить вместе, это надо очень много работать. Здесь какая-то зависимость. Касается. Выбора. Здесь как-то кто-то не может сделать выборы. Возможно, так. Возможно, здесь девушка не может принять решение. Возможно, мужчина. Здесь какая-то зависимость принятия выбора. У кого-то какая-то зависимость от прошлого. И кто-то не может отпустить здесь свое прошлое. Это вот. Когда вот вы отпустите свое прошлое? Когда вы? Да, это мужчина. Мужчина должен отпустить свое прошлое. Свои зависимости. Он постоянно мыслями возвращается в прошлое. Он должен все это прекратить, разрушить и все идти дальше. Потому что здесь у вас возможно новые отношения. Возможно, новый уровень. Новый этап таких ваших отношений. Но нужно принять решение. Мужчина должен принять решение. Он должен перестать бороться, защищаться. Он как-то должен принять решение. Все, принял решение. Все, он мужчина. Он должен принять решение. Как-то тут у него Да, что за решение Должен принять, касаемо чего, кого Да, касаемо семьи Вот здесь мужчина должен принять решение Касаемо семьи Да, что делать дальше Какие мысли, действия Так, он вам хочет написать По интернету, он скорее всего через интернет Вообщается, он вам напишет И очень скоро Он бы очень хотел Чтобы у вас были стабильные отношения Кстати Но у вас тут отношения Какие-то не совсем стабильные То так, то так Как-то вот, по-моему, нет Да, здесь непонятные отношения Здесь непонятные, нестабильные А он хочет стабильные Чтобы как-то повернулось Так, колесо судьбы Чтобы вы его ждали Чтобы он к вам мог прийти вкусненько покушать Да, он бы так хотел А он бы легко так к этому относился А вы бы о нем заботились Как-то так Он хочет, чтобы вы не уходили А дали ему шанс Чтобы вы не уходили в отшельники А дали ему шанс А он будет вам Лапшу на уши вешать Да? Но вы закрываете Вы знаете Тут что-то, какое-то Какая-то ссора, возможно Какая-то ссора И вы не подпускаете его к себе Возможно, он как-то самонадельно поступил Но закрылись и ушли Вы хотите обрести внутреннюю гармонию Внутреннее равновесие Потому что, возможно, вы думаете Что он вас обманул в чем-то В ваших мечтах Обманул Ну, как бы, вы, может быть, обманулись В своих мечтах Он вас разочаровал Просто Да, вы-то ждете того Что вы желанная Что вы любимая Вы вот этого хотите Ну, и то, какое у вас может получиться В итоге Вы можете стать самодостаточной Уверенной в себе Независимой женщиной Которая будет общаться Несерьезно С мужчинами Которая будет их проверять То есть Смотрите в интернете Где он, с кем он Ну, вот так вот проверила Посмотрела Ага, есть у него жена Нету Ну, как бы, уже такая опытная женщина Которая Глянула там Ну, это если вам надо Если только надо Если нет, то нет Вам это вообще не надо Потому что вы можете без мужчин Пригласили вас на свидание Да, вы пойдете на свидание Но вы уже будете самостоятельно Уверенная в себе Женщина Вы здесь поймете Что не весь мир крутится вокруг мужчин А вокруг вас Вокруг вас крутится ваш мир То есть То, что надо любить себя Себя любимую Красивую Вот Если вы это поймете Здесь такое Третья позиция Все Четвертая позиция Что мужчина думает о вас Смотрите Он фантазирует о вас Он о вас мечтает Он мечтает просто о вас У него столько мыслей, много Он придумывает что угодно В своей голове Просто того, чего нет Например То, что он хочет Он придумывает Он хотел бы, чтобы какая-то встреча У вас случайно состоялась Да Потому что он как-то не может решиться Кстати, на встречу Не может Он думает, что Что-то он такое напортачил Что-то сделал Что вы как бы Вы расстались И у вас сейчас не может Как-то произойти общение Вы расстались Или поссорились Или поссорились Поссорились Он мечтает о вас Он думает Он ждет Он весь в иллюзиях Просто Он очень хочет с вами встретиться Он хочет что-то делать Но не делает Возможно Потому что он не свободен Проверьте, пожалуйста Этого мужчину Потому что он может быть не свободен У него может быть жена У него может быть жена Или У него сейчас В мыслях Какие-то законченные Семейные отношения И он хочет идти в новое Тут как бы Смотри, кто смотрит Что он еще думает о вас Я говорю же Иллюзии у него Мечты просто Он думает У него сексуальные желания О вас Он хочет с вами быть Вместе Дома В постели И в общем Делать все, что угодно Все, что захочется В общем Наслаждаться Чтобы вы друг дружка Наслаждались Вот такое вот Он весь в иллюзиях Но он это пресекает Он это пресекает На корню И думает, что это невозможно Он не видит возможности Он закрыт Он закрыт Он закрыт И не знает Как этого достичь Ну в итоге Здесь что вас может ждать Здесь в итоге Все эти его иллюзии Вот эти вот его желания Вот эти вот его мечты Могут довести до того Что у вас Может быть зависимость То есть у него к вам Возможно и у вас Как бы обоюдная Сексуальная зависимость Может быть Вам может быть Безумно классно Просто в сексе Но он будет приезжать И уезжать И это несерьезные отношения Понимаете Несерьезные отношения Вам будет классно в сексе Но вы не будете знать Что делать Вот этого же как-то Надо избавляться Неужели вы всю жизнь Так будете Да В зависимости Если у вас здесь Будет гармонично То есть взаимообмен Будет равнозначный То вы будете Очень довольны Будете просто Очень довольны Но если здесь Кто-то будет Слишком ругаться И шалить Такое что Ах я тебя ревную Да ты там Где ты с кем Ты да где ты была Там да То вы можете уйти Или он Или вы То вы можете расстаться У вас здесь расставание Может быть Если будет Какая-то Какая-то недоговоренность Страхи Там что-то Ревность В общем здесь Может быть безумная Ну и в итоге В итоге В итоге В итоге Вы здесь можете получить Чувственное удовольствие Вам будет очень нравится Получать с ним удовольствие Разного рода Телесно Вот это вот Разные эмоции Вы будете получать Положительные Вам будет Очень нравится В сексуальном плане Он вас будет Очень устраивать Такой может быть Итог Но здесь Что-то Ничего такого Серьезного Сейчас посмотрим Еще раз Да Он вас будет беречь Как такую женщину Сексуальную Классную Которую можно Приехать Уехать Вы будете ему Просто дарить Безумное Удовольствие Но вы будете Одна Все-таки Это не серьезные Будут отношения И вам тоже Кстати С ним тоже Будет классно Вот в сексе Вам здесь будет классно Только не надо Превращать это все В такую Сильную зависимость То есть не надо Ревновать Там вот Устраивать скандалы Вот это все Так что он Скорее всего Будет ревновать Потому что Он тут такие фантазии Он просто Безумно О вас мечтает Вот Поэтому Здесь такой Получился расклад По четвертой позиции Ничего серьезного В итоге Не получено Может быть Вам и не нужно Ничего серьезного Поэтому смотрите Сами Что вы хотите Там Чтобы у вас Получилось Эти мужчины Девочки Мои дорогие Поздравляю вас С наступающими Новогодними праздниками Желаю вам Самых лучших Мужчин Сексуальных Красивых Чтобы они вас Целовали Обнимали Чтобы ни на кого Больше другого Не смотрели Ни на какую Другую девушку Ни на какую Другую женщину Не смотрели А смотрели только на вас И облизывались Просто Просто Прямо Изнемогали Когда же Вот Чтобы вас потрогать Вас обнять Поцеловать Желаю всем Новогоднего счастья Пусть у вас Новый год Сбудется Все ваши желания Счастья Любви Здоровья Ну всего Самого-самого Классного Что вы себе Желаете Девочки Вы самые лучшие Самые красивые Все у вас будет хорошо Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok